Всем привет, друзья! С вами снова говорящая голова. Извините, что так близко на экран, но стараюсь, по крайней мере, без очков, одел бейсболку, чтобы были видны глаза, чтобы общение было более живым. И, как и обещал, сегодня отвечу на такой важный вопрос по поводу экстензии и гиперэкстензии. Очень часто задают мне его, так как в своих тренировочных программах я включаю экстензии в качестве разминки на каждую тренировку. Вы это знаете и задаетесь вопросом, почему так происходит. Самый частый вопрос, не будет ли это мешать, не будет ли поясница забиваться перед приседами, перед становыми тягами и насколько вообще это обдумано, грамотно и обоснованно. Ну что ж, начнем потихонечку. И начнем, как всегда, немножко издалека. Но это необходимо для того, чтобы четко понимать, что, для чего и как. Ну что, все вы знаете и очень много мусолится информации по поводу типа мышечных волокон. Но, друзья, вы знаете, что на самом деле не так важно, какой тип мышечного волокна у вас в той или иной мышце. Примерно у всех у нас все одинаково, за редким исключением. И говорить о типах мышечного волокна, о том, что нужно смотреть и строить свои планы тренировок относительно этого фактора, некорректно и я считаю совершенно неправильно. Почему? Во-первых, друзья, нужно понимать, что существует гораздо другая классификация мышц, которая действительно важна. Важна для понимания вашего как тренера, инструктора, врача. Если вы берете на себя смелость тренировать, обучать кого-либо физическим упражнениям, навыкам, вам просто необходимо, просто необходимо, чтобы вы четко понимали, что существует два типа мышц. Это фазические и тонические. Мы об этом уже с вами не раз говорили. Для чего это нужно? Да потому, что фазические мышцы в нашем организме отвечают и служат для движения. Тонические мышцы необходимы и были созданы именно для стабилизации. И нужно понимать, что фазические мышцы, которые созданы для движения, имеют тенденцию к ослаблению, если их не тренировать. Если ими не заниматься. А тонические мышцы, которые как раз таки служат стабилизатором и для костей, и для позвонков. Они склонны к корачиванию, спазмированию. И тоже это происходит, если не заниматься ими. Если их не тренировать, не растягивать. Так вот, мышца, поясничная мышца, крупная мышца, которая имеет точки креплений очень и очень много. Конечно же, участвует и в движении. Но она больше тоническая, больше мышца-стабилизатор, нежели фазическая мышца. Как это знание может нам помочь? Очень просто. И я об этом готовлю сейчас вообще отдельную большую статью. Рекомендую вам с ней ознакомиться. В ближайшее время она выйдет. В чем смысл? Наша современная жизнь, к сожалению, так устроена, что мы с вами больше всего сейчас сидим, проводим сидячий образ жизни. Начиная со школьной скамьи, заканчивая университетом и рабочим местом, большинство из нас сидит. Дома сидим перед телевизором, в машине, в транспорте сидим. Мы практически не двигаемся и практически не ходим пешком. А именно ходьба пешком является тем необходимым фактором, который будет, друзья, служить для нас с вами и помогать не только для мышц позвоночника, но, что важно, самим позвонкам. Как это происходит? Надеюсь, что вы все прекрасно знаете, что позвонки не имеют кровеносных сосудов, то есть они не получают питательные вещества, как и весь наш остальной организм, благодаря транспорту их по крови. Как же питаются позвонки? Позвонки питаются за счет воды. Именно с водой они получают все необходимое питание. И я уже не раз говорил, что когда вы сидите, происходит сдавливание. Вода выходит. Как губку сдавить, она избавляется от воды. Когда мы ходим пешочком, как раз-таки происходит планомерное сжатие и разжатие. Происходит, вода наполняется и вода выходит. Благодаря этому позвонки подпитываются. А вот представьте себе ситуацию, когда вы, мы с вами практически не ходим пешком. Если вы игнорируете мои рекомендации гулять хотя бы по 30-40 минут каждый день перед сном, что происходит? Мы после школы, после университета, после работы сидячей бежим в тренажерные залы, фитнес-клубы. Что большинство делает для разминки? Опять-таки, друзья, садиться в тренажер, в велотренажер. И происходит не разминка, а еще больше ухудшение ситуации. Но еще хуже, если вы начинаете ходить по беговой дорожке. Большинство скажет, Егор, ну как же так? Ведь ходьба как раз-таки то, что нужно, что ты говоришь. Да, но не забывайте, здесь мы переключаемся уже, когда говорим о ходьбе по беговой дорожке, с самих позвонков на поясничную мышцу, которая у большинства людей и так спазмирована, и так укорачивается, из-за отсутствия на нее достойной нагрузки, из-за того, что мы не уделяем ей внимания. Так вот, она, эта поясничная мышца, при ходьбе на беговой дорожке, по полотну беговой дорожки, ситуация ухудшается по причине неправильной биомеханики движения. Я думаю, что для большинства из вас не нужно объяснять, что идешь, когда по земле, по асфальту даже, неважно. Мы совершаем нормальные, естественные, задуманные для нас природой или создателем движения. Отталкиваемся стопой от опоры. Но когда мы идем по беговой дорожке, когда полотно бежит нам навстречу, настолько меняется биомеханика движения, что движение становится опасным. Нам приходится выносить бедро вперед, что нехорошо для данной ситуации и конкретно для поясничной мышцы. Движение совершенно другое. Если уж и работать, разминаться, то не сразу же прибегая к ходьбе по беговой дорожке и тем более не сидеть в велотренажере. И возвращаемся к основной теме, к теме экстензии перед тренировкой, перед любой. Вот здесь как раз таки, друзья, мы будем непосредственно воздействовать на поясничную мышцу. Она будет получать необходимую работу. И вы помните, да, я говорил вначале и писал в статьях, что это именно преимущественно тоническая мышца, стабилизатор. Хотя она и участвует в движении, но все равно она менее фазическая и больше тоническая. И больше склонна именно к укорачиванию, к спазмированию. Так вот, экстензией мы непосредственно воздействуем на нашу мышцу, что, естественно, будет положительно сказываться и на поясничном отделе позвоночника. Не забывайте, мышца все-таки называется поясничная. Говорить подвздошно-поясничные мышцы, мышца, тем более, совершенно безграмотна и неправильна. Это сбивает очень многих людей. И почти четыре столетия такой чушью занимались из-за ошибки в переводе одного из докторов. Какой вид экстензии лучше всего? Начать лучше всего, друзья. Кто не знает, экстензии существует очень много вариантов. Четыре из них я вам показывал в своих видеороликах. Можете найти их на моем YouTube-канале и посмотреть. Так вот, помните упражнение на пресс, когда мы лежим, к примеру, на полу или на скамейке и делаем скручивания? Не глупейшие подъемы корпуса, как многие еще это называют, особенно закрепляя ноги, что с гарантией убивает поясницу. О чем я писал в своей статье, которую даже в 2014 году печатал один из любимых моих журналов, пишущий о железном спорте, «Железный мир». На русском языке я имею в виду. Так вот, запомните это движение скручивания. А теперь идем в станок для экстензии. Для тех, кто не в курсе, напоминаю, экстензии спины – это когда ноги закреплены, двигается корпус. И делаем, друзья, не наклоны, а делаем скручивания, как для пресса, но находясь в станке для экстензии, то есть лицом вниз. Вы будете поражены, насколько качественно вы впервые в жизни прочувствуете именно работу поясницы и поясничной мышцы. начнется ее растягивание, улучшится ваше состояние. А после этого можно делать обычные экстензии для того, чтобы еще побольше крови накачать, укрепить эту тоническую мышцу. И то, что вы чувствуете, как будто вам вставили железные стержни в поясницу перед приседом и перед встановой тягой и вообще перед любым упражнением, является хорошим фактором. Это не значит, что вы утомили мышцу, и это будет мешать вашей работе. Наоборот, это будет все-таки поддерживать вашу поясницу, это будет поддерживать позвонки и поясничного отдела позвоночника, не будет давать им смещаться. И это то, что нам нужно, потому что поясничная мышца, повторяюсь, это мышца тоническая. С анатомической точки зрения это нам очень важно знать и понимать. И после того, как вы сделаете эти экстензии, можно смело приступать к приседаниям, к становым тягам, к любым другим упражнениям, не переживая о том, в каком состоянии находится ваша поясница. Это то, что касается экстензий перед выполнением тренинга. Почему именно я рекомендую делать экстензии? Не переживайте, кто смотрит этот ролик не с самого начала, я настоятельно рекомендую, конкретно вам говорю, вам необходимо, друзья, будет посмотреть этот ролик на моем YouTube-канале. Я его обязательно туда выложу. Ну, а большинство из вас наверняка смотрит его уже в будущем. Мы знаем, да, что времени не существует, поэтому, когда я говорю вам сейчас, из прошлого, а для кого-то это настоящее, интересная тема, да? Но большинство из вас будет смотреть это в будущем, которое для вас сейчас является настоящим на YouTube-канале. Вот такая интересная ремарочка в сторону. Но, вы знаете, я люблю пофилософствовать и считаю, что философия – это главная наука. Именно философия дала нашему миру все остальные науки. И раньше вообще не было слова наука. Все, что касалось так понимаемого под нашим термином наука, раньше называлось философией. Именно философы – это те люди, которые двигают мир с точки зрения эволюции. Но это, опять-таки, мое субъективное мнение. Вы можете, конечно, считать по-другому. Разобрались, да, почему экстензии я включаю в разминку. А теперь, друзья, давайте поговорим о гиперэкстензиях. Это когда закреплен корпус, а двигаются ноги. И почему я рекомендую и настоятельно заставляю своих учениц, некоторых через слезы, через усталость, делать это в конце тренинга. Любого тренинга. В конце любой тренировки девчонки перед заминкой делают гиперэкстензии у меня. Да и парни тоже. А все дело, как раз-таки, опять-таки, в поясничном отделе позвоночника и в, все верно, поясничной мышце. Мы помним, что мышцу эту, так как она тоническая, легко перегрузить. И когда вы выходите на определенный уровень, после приседаний, после становых тяг, после тяжелого базового тренинга, эта мышца, естественно, может спазмироваться. Конечно, поможет вам массаж, ни в коем случае не мануальный, хороший массаж, когда вам будут проминать именно мясо, не трогая кости. Ни в коем случае никогда не ходите к мануалистам. Кто бы вам что не говорил, кто бы там вам не говорил, и даже если вам когда-то он помог, никогда больше в жизни к мануальщику не обращайтесь. Это вам мой совет. Можете им воспользоваться, можете нет. Комментировать его не нужно. Гиперэкстензия. Когда корпус закреплен, а двигаются ноги. Откуда вообще взялась эта разновидность упражнения? Кто придумал этот станок, друзья? Я думаю, что те, кто смотрит мой канал, читает мои статьи, знает это уже давно. Но придумал этот станок, изобрел этот станок, за что ему нужно было бы дать Нобелевскую премию. Это мое личное убеждение. И если бы Нобелевские премии давались действительно за полезные изобретения, то ее получил бы не Обама, а все-таки Луи Симмонс. Что произошло? Это один из самых великих пауэрлифтеров планеты за всю историю существования силового вида спорта. Человек получил серьезнейшую травму позвоночника и сел в инвалидное кресло. Врачи поставили крест, и я говорю сейчас не на спортивной карьере человека, а на том, что он никогда больше не сможет ходить. Но, как мы с вами знаем, и как поет известный, но не очень уважаемый певец, невозможное возможно, настоящие люди никогда не слушают того, что они чего-то не смогут добиться. В какую бы ситуацию, в какую бы жопу они не попали. И человек Луи Симмонс тоже не мог с этим смириться. Всю жизнь занимался спортом, был активным, являлся мотиватором для огромной части Америки и всей планеты. Он задумался о том, как же ему все-таки реабилитироваться. И его умозаключение, его мысли, творческий подход к делу привели к изобретению чуда под названием гиперэкстензии, которые очень быстро поставили человека на ноги. Он стал ходить, он стал полноценным членом общества. За что ему уже огромный респект, огромное спасибо. И задумайтесь, в каких залах вы видите станок для гиперэкстензии? Ну, мои залы не будем считать. Все потому, что владельцы залов это тупые бизнесмены, тупые в плане именно подхода к тренингу. И когда вы их просите, когда вы коллективно требуете станок для гиперэкстензии, грамотный человек, если он не тупой бизнесмен, обязательно приобретет вам этот станок. Потому что это просто необходимо даже для того, чтобы вы как член этого клуба как можно чаще приводили, приносили свои деньги, деньги своих друзей. Но самое главное, что этот станок является профилактикой. и он может служить как раз таки тем, что увеличится продолжительность посещаемости каждого отдельного клиента в тренажерном зале. Хотя бы потому, что зал будет отличаться тем, что есть станок, и проблем у людей, у кого есть проблемы, будут идти и стараться поработать именно в вашем зале. Но это, друзья, не все. Луи Симонс пошел дальше, он вернулся в большой спор не просто вернулся, а вернулся с установкой новых мировых рекордов. И когда, друзья, вы читаете, слушаете докторов, которые говорят вам, что нельзя делать экстензии, что нельзя делать гиперэкстензии, эти люди не только ничего не понимают, они еще и вводят вас в заблуждение. Я понимаю, что основная их задача это не навредить. Они просто боятся и их винить за это не стоит. Навредить вам еще больше, но именно с точки зрения, что претензии будут к ним. Мой опыт, и это правильно, если бы это был только мой опыт, нельзя было бы на него рассчитывать. Но почитайте комментарии под видео, где я предлагаю свою гимнастику, экстензии, гиперэкстензии. На любом из моих соц.каналов на ютюбе, в группе ВКонтакте в Одноклассниках, на моем сайте, на фейсбук, вы увидите, какое огромное количество уже наверняка перевалило за тысячу, получило полезный опыт. И, кстати, несколько людей не получило никакого опыта, но никто не получил отрицательного опыта. Либо люди в большинстве своем получили пользу, либо не получили ничего. Но все довольны. Не было ни одного недовольного. вот насколько важен станок гиперэкстензия. Вот почему я рекомендую его делать в конце каждой тренировки. Это поможет вам избежать травм. Если у вас есть травмы, это вам тем более поможет. Но хорошая новость для девочек. Это отличный станок для проработки, укрепления и увеличения ягодичных мышц. Так что вот такой выпуск друзья сегодня получился о экстензиях и гиперэкстензиях. Друзья, давайте закроем тему Тани. Во-первых, я с ней не ссорился, не ругался. Я ее даже не видел ни разу и не слышал после соревнований. Человек и семья оказалась очень очень непорядочной с точки зрения этики отношений. Все, что она сказала, а сказала она всего две фразы о том, что ее обманули в плане спонсоров и в плане серьезности соревнований, вы, как здравомыслящие люди, уже давно поняли и посмеялись над этим. Таня заблокировала меня в Инстаграм. Несмотря на то, что в течение недели вы видели все, они продолжали ходить ко мне в зал, я им даже не запретил. Понимаете, на мой взгляд, это даже шизофрения. Не общаться с человеком, быть на него обиженным, обиженным за то, что он вложил огромное количество знаний, сил, не только своих, привлек свою команду. Я не буду говорить, сколько стоит мой тренинг, вы все прекрасно это знаете, а представьте, сколько стоит получить уроки не один раз от Шенди IFBB PRO, получить уроки позирования от Джанет, которой на тренировку-то попасть невозможно, у нее расписано с полшестого все, до позднего вечера, а вы знаете, мой зал работает круглосуточно. И представьте, сколько стоит час-полчаса занятий у Джанет, которая является тоже PRO-спортсменкой, правда, в альтернативной федерации, не IFBB, а WBF, но это тоже очень серьезная мировая ассоциация, у которой есть турниры наподобие Олимпии, где Джанет постоянно, уже несколько лет подряд приходит второй. Маша Мартынова помогала. Ни разу эти люди не сказали спасибо. Но не буду лукавить, Дима несколько раз все-таки благодарил меня на каком-то этапе, когда я нашел Тане спонсоров, когда она получала 2000 в месяц, потом почему-то она потеряла этот контракт. Дима естественно изменился, он вел себя совершенно по-другому, общался со мной совершенно, не буду говорить искренне, но можно сказать добродушно и у нас были, можно так если сказать, дружеские отношения. Таня всегда была одинаковой, не проявляла суперэнтузиазма и не проявляла никогда негатива. Да и сейчас я негатива не видел, друзья, просто уже настолько достала эта тема, мне серьезно все равно, но когда уже пишут мне даже подписчицы Татьяны, и вы можете зайти к ней в инстаграм, можете зайти на ее канал на ютюбе, уже даже ее подписчицы не эти тупые щели, маленькие малолетки, которые там преклоняются перед ней как перед божеством, а здравомыслящие люди пишут ей, что нельзя так себя вести, что нужно хотя бы как-то было объясниться, даже не передо мной, перед ними, все-таки мы с вами, я имею сейчас в виду блогеров, людей, которые берут на себя ответственность вести людей за собой, учить людей, имеем в первую очередь ответственность, чтобы люди получали ответы на задаваемые нам вопросы. Я не знаю, мне часто пишут, что я единственный, кто отвечаю на все ваши вопросы. Друзья, но я просто не понимаю, как можно вести себя по-другому. Если я хочу, чтобы вы уважали меня, то я в первую очередь должен уважать вас. Так вот, вам самим решать, насколько морально, насколько этически, насколько повели себя Таня с Димой. Ну, вчера меня просто это все достало уже и я дал команду своим администраторам не пускать больше этих людей никогда в зал. Вообще никогда. Ну, я думаю, что на этом все наши отношения закончились. У меня нет никаких обид, потому что меня предупреждали не раз об этих людях. Эти люди не сделали мне ничего плохого. Меня просто удивляет, что они не отвечают вам, они блокируют даже своих подписчиков. Это все, на мой взгляд, просто смешно. Ситуация больная. Больная ситуация до абсурда. Мне жаль тех людей, которые смотрят, слушают этих людей, пытаются чему-то учиться. Ведь Таня ничего не знала о тренинге именно в тренажерном зале. То, что она вела 6 лет до этого блок свой о тренировках у дивана. Вы видели, что сделал я с ней всего за 5 месяцев. Там даже не полгода было. 5 с лишним месяцев тренинга. Насколько качественней стала она. И говорить о том, что я как-то что-то там жалеть меня совершенно не нужно, друзья. Для меня основная задача была, чтобы вы увидели результат всего того, чего я вещаю со своих страниц статей, с видеороликов. И вы увидели все, что это не сказки, что все, что я проповедую, я это придерживаюсь и в тренинге своих учеников. И что самое главное, я сам так тренируюсь. Очень много вопросов уже про эту Таню. Друзья, все, кому интересна Таня, смотрите ее канал, задавайте ей вопросы, почему она вам не отвечает. Для меня это тоже непонятно. Я открыт, если даже она захочет с Димой прийти, что никогда не произойдет. И я даже больше уверен, что они не будут освещать, трогать эту тему, чтобы не вляпываться еще в большее говно. А я не верю, что люди не понимают, как они поступают, не понимают, насколько это некрасиво смотрится со стороны. Поэтому, друзья, давайте закроем эту тему, перестанем уже вспоминать Таню с Димой, пусть они идут своей дорогой. Нету у меня к ним никаких претензий, никаких желаний общаться, пускай дальше продолжают развиваться в том направлении, в котором они развивались. Желаю им только удачи и всего самого хорошего, как, в принципе, и всем вам. Сейчас прекрасный денек, мне было приятно пообщаться с вами снова на тему тренинга. И данный ролик, если кто-то только сейчас подключился, был о очень важном моменте, о экстензиях и гиперэкстензиях в тренинге до и после тренировки, почему это нужно, для чего это нужно. И уже в скором времени вы сможете увидеть этот ролик на моем канале, на YouTube канале, я его обязательно выложу. Друзья, спасибо вам всем за позитив, за то, что вы поддерживаете меня, за вашу критику, я очень признателен за критику конструктивную, потому что это заставляет меня маленечко пересмотреть кое-какие взгляды, посмотреть на это с другой стороны. Я же понимаю, что я такой же человек, как и вы, абсолютно такой же, и просто у меня может быть есть больше времени, желания, мотивации тренироваться, изучать эти темы, но я ничем не отличаюсь от вас, я не лучше и не хуже любого из вас, кто смотрит это сейчас, кто посмотрел это раньше, или кто увидит это в будущем. Все мы с вами равны, и когда кто-то начинает поднимать нос, одевать себе на голову корону, это выглядит просто нелепо и смешно, друзья, и это настолько видно и очевидно, что это, по-моему, даже не стоит отдельной темы для обсуждения. Ну что, друзья, увидимся в тренажерном зале, я выложил видео на канале о тренировке грудных мышц, посмотрите, обязательно, приезжал парень с Украины, его отец смотрит наш канал, является поклонником, и сын приехал учиться сюда, во Флориду, естественно, отец попросил его заехать к нам в зал. Мы сделали тренировку, посмотрите ее обязательно, вы увидите, что я делаю то же самое, чему учу вас. Я точно так же перед тренировкой малых мышц делаю гормоновыбрасывающие упражнения. Посмотрите, пожалуйста, ролик, оцените его, напишите, что вы думаете в комментариях. Друзья, давайте самообразовываться, давайте без оскорблений жить, развиваться. Я вот снял ролик недавний о том, есть ли у мышц мозги, где немножечко критикую уважаемых мной, реально двух уважаемых людей, Линдовера и Яковину. С Линдовером я списался, человек оказался очень адекватным, ответил, посмотрел ролик, естественно, он с ним не согласен, но мы с ним еще подискутируем, не знаю, как сделать, чтобы вы это все увидели, услышали. Есть недопонимание. Вот почему хочется, чтобы блогеры не ругались между собой, это вообще низко. Хочется придумать что-то новое, не придумать, а создать что-то новое, когда будет какая-то общая платформа, где люди, пытающиеся, берущие на себя ответственность учить других будут встречаться вместе, пусть даже на просторах интернета и друзья будут обсуждать важные спорные моменты. Разве это не прекрасно, разве это не будет интереснее любого дома-2 и не только интересно, это будет познавательно. Друзья, буду заканчивать, хочу сказать одну важную вещь, чтобы вы все прекрасно понимали разницу между тем, кто пытается на вас что-то заработать и тем, кто пытается вас чему-то научить. Мне очень близка философия, вы это знаете, я даже когда учился в университете, меня мои согруппники не любили, потому что меня освобождали абсолютно от всех зачетов, экзаменов по философии. На каком бы курсе мы не учились, какие бы новые учителя не приходили нам по философии, всегда меня освобождали, людей валили, ну нравится мне порассуждать, пообщаться, видать, мы находили родственные души. К чему я это все говорю? К тому, что Сократ говорил, что человек, который берет за свои знания деньги, это все равно, что проститутка, которая берет за пользование своим телом деньги. Есть в этом большая доля истины, но опять-таки это философия, и опять-таки нельзя сейчас современный мир наш, рассматривать с точки зрения того, как жили люди раньше, да и в те времена тоже, ведь все мы существуем в социуме, нам нужно что-то есть, чем-то питаться, но отличие между нами, людьми, которые вас чему-то учат, есть. Я тоже зарабатываю на вас деньги. Каким образом? Я даю вам максимально возможную информацию, абсолютно бесплатно, и те, кому это интересно, кого трогают мои мысли, кого задевает и кого радует прогресс моих учеников, кто не хочет изучать, тратить, посвящать время многим исследованиям, тот покупает у меня программы индивидуального тренинга, тот вступает в мою закрытую группу платную, там уже кстати 130 человек, и нету ни одного недовольного. Если люди часто были недовольны моим персональным тренингом, то в группе это парадокс, нет ни одного недовольного, все 130 человек счастливы и прогрессируют, что меня не перестает самого удивлять. Так вот, друзья, давайте, не знаю, как это сделать, но я вот открыто говорю, и всегда что мне не важно количество подписчиков, просмотров, я делаю свои ролики для того, для тех, кому это надо, кто это посмотрит. И представьте себе, но этого наверное невозможно, я готов, чтобы все, вот каждый из подписчиков подписался от моего канала, каждый, с условием, что вы отпишетесь и от всех других каналов. Вот представьте, все сейчас, начнем со шредера в первую очередь, Борисова, Спасасукотского, тем более, Добромиля, с того же Тани с Димой, они в первую очередь перестанут все это делать, и скоро они тоже на самом деле русскоязычный блок забросят, поверьте мне, они уже забили на своих подписчиков, и на самом деле, единственное еще вот, что затронуть тему, именно начали снимать видео, только потому, что мы стали подготовку делать, они мне уже на тот момент, когда приехали в Штат и сказали, что будут переключаться целиком и полностью на другие ресурсы, а свой канал, скорее всего, продадут, потому что он не приносит денег, и это им неинтересно. Почему я это все говорю? потому что, друзья, я готов, и если вы все отпишетесь, вот сейчас 84 тысячи, если вас станет ноль подписчиков, я все равно буду делать ролики, потому что для меня основная задача, называйте это меня лохом, альтруистом, дураком, я начинал свой канал только для того, чтобы поделиться своими накопленными знаниями и опытом. На мой взгляд, это важно, это как дать продолжение самому себе в виде детей. Точно так же нелепо, имея знания, имея полезный опыт, который вы можете поделиться, скрывать его, ни в коем случае не делиться. На мой взгляд, это такая чушь, такая нелепица, это шизофрения. Так вот, друзья, как вы думаете, если вы или кто-то отпишется, если все отпишутся от всех блогеров, кто будет продолжать снимать ролики? Давайте, может, запустим такую фишку в русскоязычном интернете хотя бы среди фитнес-блогеров. Я представляю, сколько будет негатива сейчас от других блогеров в мой адрес. Но я готов, друзья, давайте отписывайтесь от всех блогеров, вообще абсолютно от всех, пусть у всех будет ноль подписчиков. да, это ударит по финансовому кошельку многих, потому что многие этим зарабатывают, но тогда вы увидите, кто действительно делает что-то для вас, а кто-то пытается на вас заработать. Я готов, друзья. Если пойдет такая тенденция, если русскоязычный интернет, YouTube поддержит это все, это будет очень хорошим и качественным экспериментом, согласитесь. Ну ладно, я, наверное, уже утомил вас. Будем заканчивать. Надеюсь, вам интересны мои прямые включения. Мне всегда интересно общаться с вами. Передавайте привет всем своим друзьям. Я передаю привет хейтерам, передаю привет Тане с Димой и всем моим троллям, потому что читать их всегда весело и смешно. Всем пока, друзья, позитива. увидимся в тренажерном зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА